Здравствуйте! Вы смотрите новости дня в студии Вячеслав Кампе. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вот коротко главная тема выпуска. Защищать права и свободы россиян. С профессиональным праздником работников прокуратуры поздравил Владимир Путин. Искусственный интеллект семимильными шагами входит в жизнь оренбуржцев. Министр цифрового развития и связи Денис Толпейкин подвел итоги деятельности за 2022 год. Школьное питание подорожало, однако ученики начальных классов по-прежнему будут питаться бесплатно. Сохранить и приумножить флору и фауну. В учреждении заповедники Оренбуржья рассказали о своих достижениях и научных открытиях. Каникулы закончились, начинается работа. Футболисты Оренбурга приступили к первому этапу предсезонной подготовки, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Защищать права и свободы россиян. Ежедневно стоять на страже закона. 12 января в России отмечают День работника прокуратуры. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов органов прокуратуры Российской Федерации с профессиональным праздником. Российская прокуратура была учреждена в 1722 году указом Петра I. Уже более 300 лет служители закона борются за интересы россиян. С момента своего создания отечественная прокуратура неизменно служила надежной опорой нашего государства. Олицетворяла силу права и справедливости. Сегодня прокуроры достойно выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка. Защищают права и свободы граждан. Обеспечивают надзор за своевременным и точным исполнением Конституции, законов страны. Президент отметил, повысилась эффективность практики личных приемов россиян прокурорами всех уровней. Люди получают достойную помощь в решении своих проблем. Владимир Путин поблагодарил работников ведомства за высокий профессионализм и принципиальный подход к своей работе и подчеркнул, необходимо и впредь защищать жителей нашей страны от беззакония, равнодушия и произвола. В продолжение темы в прокуратуре Оренбургской области состоялось торжественное собрание, где ветеранов ведомства и действующих работников поздравил глава региона. Подробнее в материале Дианы Кузимбаевой. Прокурор области торжественно поздравляет коллег с профессиональным праздником. Десяткам сотрудников со всего региона вручены медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Руслан Медведев отмечает, в работе 2022 года были значительные изменения, поставлены новые серьезные задачи. Безусловным приоритетом в работе оставались вопросы защиты прав и свобод граждан, особенно уязвимых категорий. В результате вмешательства прокуроров, ветераны, инвалиды, сироты и другие нуждающиеся получать жилье и необходимые меры социальной поддержки. Мы незамедлительно реагировали на нужды мобилизованных граждан. По требованиям прокуроров погашены долги по заработной плате в размере 300 миллионов рублей. Прокуратурой за год работы защищено право на своевременную оплату труда почти 6 тысяч работников. Также особое внимание уделялось охране жизни и здоровья детей. Глава региона Денис Паслер подчеркнул, благодаря эффективной совместной работе задачи решаются быстрее. Конечно же ветераны, в первую очередь, коллективы абсолютно всех территорий, всей нашей области, корпуратуры. Спасибо за совместную работу. Безусловно, жители, конечно же, видят у нас поддержку и опору. Уверен, что так и будет и в 23-м году. На торжественном заседании отмечены заслуги отдельных работников и ветеранов ведомств. Вручены заслуженные награды. Среди них Павел Списивцев. Его награждают знаком за верность закону третьей степени. Павел Списивцев в профессии 15 лет. Прошел путь от помощника прокурора до прокурора района. В его штате 12 человек. Среди приоритетных задач – противодействие коррупции, экстремизму, защита прав несовершеннолетних и предотвращение незаконного давления на бизнес. Моя работа импонирует, во-первых, обозначенными целями – это обеспечение законности и верховенства закона, соблюдение прав граждан. Ну и нет такой сферы жизнедеятельности, в которой бы прокурор не обеспечивал реализацию своих поставленных задач. То есть это многоплановая, сложная, многоуровневая работа. Эмоции всегда положительные, когда достигается результат, когда поставленные задачи выполнены и реально обеспечено восстановление нарушенных прав. Все свободное время Павел уделяет семье – жене и двум дочерям. Одно из любимых хобби – совместные зимние прогулки. У нас это традиция. Мы долго не засиживаемся за новогодним столом. И вот наша любимая плюшка. Но все же большее время из-за должностных обязанностей Павел Списивцев проводит на рабочем месте. Прокуратура Оренбургского района только за прошлый год выявлена порядка трех с половиной тысяч нарушений закона. Значительная цифра и по всей области. Обнаружено более 130 тысяч нарушений законодательства. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня. Искусственный интеллект семимильными шагами входит в жизнь оренбуржцев, а количество стационарных телефонов неуклонно снижается. Сегодня получить любую государственную услугу можно в буквальном смысле, не выходя из дома. Министр цифрового развития и связи Денис Толпейкин подвел итоги деятельности в минувшем году и поделился планами на наступивший год. В 2022 году сотовая связь появилась еще в 56 населенных пунктах. Не работает мобильный телефон и не ловит интернет только в 72 селах. Однако в ближайшие четыре года ситуация кардинально изменится. По словам Дениса Толпейкина, вся территория Оренбуржья окажется под стопроцентным покрытием. Качество, скорость и удобство – главные принципы оказания государственной поддержки в цифровом формате. Искусственный интеллект уже ворвался в жизнь оренбуржцев. С обратившимися общается не человек, а голосовой ассистент. На звонки интернет-обращение в МФЦ отвечает робот. Нейросеть начала учиться, начала помогать гражданам отвечать на вопросы, на ключевые. Какие результаты? За ноябрь 25% всего входящего трафика, всех обращений граждан отработало искусственный интеллект. За декабрь 55,7%. Голосовой помощник придет на службу и в медицину. Интересоваться состоянием пациентов по телефону будут не врачи, а роботы. Пока интернет-программы учатся понимать людей. Привыкают работать с нейросетями и IT-специалисты. Ценных на вес золота молодых людей привлекают к разработкам седьмого класса, заметил Денис Толпейкин. В Оренбуржье действуют все меры поддержки IT-специалистов. Например, 2-процентная ипотека. Не выжить без цифровизации и бизнесу. Предприниматели привлекают IT-шников высокой зарплаты. В Оренбуржье по-прежнему морозно. Причиной суровых погодных условий стал мощный антициклон Северного полюса, накрывший всю территорию региона. В ряде районов области на этой неделе ночью температура воздуха понижалась до минус 42 градусов. Сложнее всего в этих условиях приходится людям без определенного места жительства. Как и где они спасаются от холода, интересовалась Алена Круглова. Горячий суп, каша, а главное – чай. В холода бездомные и малообеспеченные оренбуржцы приходят получить сытный и теплый обед. В морозные дни такая помощь бесценна для каждого, кто попал в трудную ситуацию. Благодарность за каждый кусок хлеба и кружку чая. И борщ, и салат, и все есть. Спасибо вот этому друзьям большое, дай бог им. Никакого отношения плохого, наоборот, все хорошо, дай бог. На протяжении многих лет Свято-Успенский монастырь кормит нуждающихся. Меню хоть и простое, но разнообразное. Люди ежедневно приходят к трапезной, и будь то несколько десятков или пара человек, накормить готовы всех. Во вторник суп гороховый. Сегодня вот суп гречный. То есть у вас на каждый день, в принципе, расписано? Да, меню есть. В воскресенье борщ. Слава богу, суп наполнен. В зимние холода оренбуржцы могут не только бесплатно пообедать, но и устроиться на ночлег. В Центр адаптации «Шан» спускают в помещение людей, нуждающихся в помощи. Сегодня в ночлежке приняли и приютили бездомную женщину. Да у меня жилье нету, негде жить, негде находиться. Вот я пришла сюда, мне посоветовали люди. Как бы тут помощь указывают, с документами помогают. Жилье дают, кормят, поят. Вот я пришла сюда. У людей вот так вот скиталась. Сотрудница Центра Алена Юдицкая рассказывает, за те годы, что она здесь работает, в помощи не отказали ни одному человеку. В каждой ситуации разбираются детально. Если человек не ослаблен, ему нужно просто обогреться, то, пожалуйста, если человеку нужно помочь и идти некуда, то тогда мы уже человека принимаем к себе на проживание по всем установленным правилам учреждения. Первую помощь в любом случае человек получает. Все, он не на улице, он не мерзнет, он не на трубе, он не в подъезде, он никому не мешает. Он пришел сюда, и дальше мы его берем в работу. Все, кто оказывает безвозмездную помощь нуждающимся, будь то предоставление крови или теплый обед, уверены, помогать важно каждому. Главное верить, такая помощь не останется незамеченной. Алена Круглова, Андрей Булатов, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. Во второй части выпуска вы увидите. Школьное питание подорожало, однако ученики начальных классов по-прежнему будут питаться бесплатно. Сохранить и приумножить флору и фауну в учреждении заповедники Оренбуржья рассказали о своих достижениях и научных открытиях. Каникулы закончились, начинается работа. Футболисты Оренбурга приступили к первому этапу предсезонной подготовки, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Это новости дня, мы продолжаем. В пресс-службе администрации Оренбурга сообщают, стоимость школьных обедов в 2023 году будет выше, чем в прошлом. Один из факторов – повышение цен на продукты. В декабре 2022 года в школах областного центра провели конкурсные процедуры для определения поставщика услуги по организации питания школьников первых-четвертых классов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 34,5 тысячи учеников начальных классов обеспечены одноразовым бесплатным горячим обедом, а более 2,5 тысяч детей с ОВЗ будут питаться два раза в день. Кроме того, в городском управлении образования отметили, стоимость школьных обедов по сравнению с 2022 годом увеличилась. Завтраки подорожали на 4 рубля и будут стоить 65 рублей 80 копеек. Выросла и стоимость обедов. Теперь они будут обходиться родителям школьников в 93 рубля 80 копеек. Ведомстве сообщили, сейчас заканчивается подписание дополнительных трехсторонних договоров между образовательными организациями, родителями и комбинатами школьного питания, выигравшими конкурс. А сейчас к рубрике от Центра управления регионом по Оренбургской области. О том, какие вопросы удалось решить на этой неделе, по традиции расскажет специалист Центра Екатерина Букшина. Здравствуйте. За январь сотрудниками ЦУР зафиксировано более полутора тысяч сообщений от жителей Оренбургской области. О решении некоторых вопросов мы расскажем подробнее. ЦУР помогает бороться с гололедом. Житель Новотроицка написал на портал «Активный гражданин» о скользком тротуаре на улице Советской, 109А. Наши специалисты зафиксировали сигналы после обработки, передали его в городскую администрацию. Итог – тротуар посыпали песком. Аналогично был решен вопрос в Оренбурге на улице 8 марта, 18, и на улице маршала Жукова около школы номер 25. ЦУР помог восстановить уличное освещение в селе Северном. Жительница села написала на портал «Активный гражданин» о неработающем уличном освещении возле дома номер 8 на улице Первомайской. Наши специалисты зафиксировали сообщение и передали его в местную администрацию. Освещение оперативно восстановлено. Благодаря взаимодействию ЦУР и администрации «Зато Комаровский» расчистили снег. Жительница поселка Комаровский написала в интернете о куче снега на улице Южной, 28. Наши специалисты зафиксировали сообщение и передали его по компетенции. Снежные завалы вывезли территорию, расчистили. ЦУР информирует, зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через госуслуги. Раньше оформить прописку ребенка можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно. Свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг. Записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику. Оформить льготы и пособия. Для заявления нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. Чтобы оставить обращение, напишите свой вопрос в приложении госуслуги «Решаем вместе» на портале «Активный гражданин» или в комментариях в соцсетях регионального ЦУР и правительства области. Специалисты ЦУР продолжают свою работу. До встречи через неделю. К другим темам. Сохранить и приумножить флору и фауну. В государственном бюджетном учреждении заповедники Оренбуржья накануне рассказали о своих достижениях и научных открытиях. Какие растения можно встретить в особо охраняемой зоне и что за звери обитает в оренбургских краях, узнал Александр Криволапов. На бескрайних просторах Оренбуржья раскинулись два заповедника – Оренбургский и Шайтантау. Гордость нашего края – национальный парк Базулукский Бор. В заповедниках нашего края растут 40 краснокнижных растений и обитает 79 краснокнижных животных. Гордость нашего края – тюльпаншренка, сонтрава, ковынь. Среди фауны можно встретить даже пестрого скорпиона, укус которого для человека не опасен. При Уральской степи поголовье дикой лошади Пржевальского за последние годы выросло почти до сотни. За ними можно посмотреть в дикой природе. Нашу территорию можно посетить, то есть лошадок наших можно увидеть, посетить экологическую тропу отдыхания степи. Это как раз тропа ведет к лошадям Пржевальского. Наши сотрудники рассказывают про лошадей Пржевальского. На расстоянии 10-5 метров увидеть группу лошадей Пржевальского, холостяковую группу. Мы увеличили тропоток в два раза. У нас есть сарматские курганы некие. Это у нас как раз на экологической тропе в Путь к Цаплю можно посмотреть. Еще интересный у нас есть очень интересный автомобильный маршрут в Атосфаре Мадийские горы. В заповедниках Оренбуржья только пернатых насчитывается более 230 видов. Есть орлы, дрофа и корости. Дикий кабан, лось, степной сурок, байбак, лисы, зайцы, лось и косули гуляют по степи сотнями. В заповеднике Шайтантау пополнее принесла медвежья семья. Особая гордость ученых. В этом году мы зафиксировали 6 медведей. Медведица с тремя медвежатами тоже достаточно интересный фактор. Взоросали медведи, ну и подрастающее поколение. Вот, мы следим за ними. А вот следить за зверем помогают так называемые фотоловушки, которыми буквально нашпигованы заповедники. Чудо техники реагирует на движение и снимает звери порой в необычных позах. Фотоловушки, которыми оборудованы Оренбургские заповедники, это не только достижение прогресса, которое позволяет следить за тем, что происходит на бескрайних просторах, как говорится, не выходя из кабинета, но и ученым ввести учет поголовье численности животных и появления новых. Фотоловушки позволяют сотрудникам заповедников следить за появлением непрошенных гостей и нарушителей отслеживать патрули и квадрокоптеры. Именно с неба в минувшем году удалось вовремя заметить и подушить степной пожар. По наблюдению сотрудников Оренбургских заповедников, нарушителей стало меньше. Охота на дикого зверя или сбор краснокнижных растений карается не только большими штрафами, но и уголовным преследованием. Тем временем численность редких растений и животных увеличивается. Александр Криволапов, Алексей Назин. Новости дня. О спорте каникулы закончились, начинается работа. Футболисты Оренбурга приступили к первому этапу предсезонной подготовки, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В последних числах ноября после кубкового матча в Москве вся команда разъехалась по домам. И после почти полуторамесячного перерыва там же, в столице, состоялось, можно сказать, воссоединение футбольной семьи. После отпуска ребята соскучились, много историй накопилось. Он загрустил немного. Вчера был еще в Коста-Реке, плюс 30, сегодня уже минус 30. Первое, с чего начинается выход из межсезонья, это обязательная процедура – комплексный медосмотр. Его успешно проходят все футболисты. На следующий после медосмотра день команда собирается в аэропорту Шереметьево и из-за снежной Москвы отправляется на побережье Персидского залива. 3700 километров по воздуху – конечная точка маршрута столицы Эмиратов Абудаби, где коллег встречает прибывшая чуть раньше аргентинская диаспора, Вера с новой прической, Мансилья и новичок клуба Перес. Тренировочный процесс начинается на утро после прилета, ибо время дорого во всех смыслах. Стартовый этап традиционный, так называемый «втягивающий» – восстановление физических кондиций. Конечно, футболисты – профессионалы и во время отдыха стараются поддерживать форму, но пара лишних килограммов у многих налицо. Ну, еще взвешивания не было. Нет, когда жировую замерят, тогда будет интересно. Ну, я думаю, я тоже так подъехал хорошенький после салатика в новогодний. Очевидно, все в хорошем настроении, однако скоро так весело не будет. Идет работа под нагрузкой. Ежедневные двухразовые тренировки в тренажерном зале и на прекрасных местных полянах. На следующей неделе запланированы две контрольные встречи с находящимися там же московскими клубами – ЦСКА и Динамо. Арабская часть сборов продлится до 23 января. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы соавтора наших новостей. Если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго.